Привет всем дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные, красивые и эффектные муссовые пирожны в форме сердечек. А накануне приближающегося дня всех влюбленных такие пирожны будут особенно актуальны. Состоять пирожное будет из нежнейшего сырно-фисташкового мусса, дополнит его яркая малиновая нотка и завершит нежнейший фисташковый бисквит. Это ну очень вкусно и красиво. Кстати, в прошлом году я готовила вот эти муссовые пирожные сердечки клубничный йогурт. Они вам очень полюбились и кто еще не готовил, обратите внимание на этот рецепт. Ссылку я оставлю в описании под видео. Ну а приготовление наших сегодняшних пирожных начнем с малиновой начинки. И для начала подготовим форму, куда будем заливать начинку. Я использую обычное металлическое кольцо. Дно плотно затягиваю пищевой пленкой и нужно установить на подложку. Приготовление самой начинки начинаем с замачивания желатина. Желатин нужно добавить к очень холодной воде, тщательно перемешать, чтобы желатин не комковался и отставить в сторону для набухания. В сотейник добавляем малиновое пюре. Я использую готовое пюре без косточек. Чтобы приготовить его самостоятельно, нужно просто пробить малину блендером и по желанию протереть от косточек. К пюре добавляем сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваем все венчиком и отправляем для уваривания на плиту. На огне можно выше среднего. При постоянном перемешивании доводим массу до кипения и после кипения провариваем примерно одну минуту. Масса начнет густеть. Затем массу снимаем с огня. Желатин к этому времени уже набух до такого состояния. Вводим набухший желатин в горячее пюре и тщательно перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся в массе. И затем выливаем массу в заранее подготовленную форму, распределяем ее равномерным слоем и убираем в морозилку. Далее приготовим фисташковый бисквит. Нам нужно соединить и просеять сухие ингредиенты. Муку, разрыхлитель и фисташковую муку. Затем хорошо их перемешать венчиком до объединения и пока убрать в сторону. В отдельной чаше нужно начать взбивать яйца. Яйца начинаем взбивать на невысокой скорости миксера до объединения белка с желтком и до начала появления пены. Затем не прекращая взбивания, постепенно начинаем подсыпать весь сахар. И после того, как весь сахар будет добавлен, продолжаем хорошо взбивать массу. Она должна очень хорошо увеличиться в объеме, стать пышной, посветлеть, а сахар полностью растворится. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. Вот такой должна получиться масса. Посмотрите, насколько она увеличилась и загустела. И на поверхности некоторое время держится след от венчика. Ко взбитой яичной массе добавляем сухие ингредиенты. И уже без миксера при помощи лопатки объединяем массы быстрыми, но осторожными и уверенными движениями. Нужно максимально сохранить объем взбитой массы. И затем аккуратно по стеночке вливаем растопленное сливочное масло. И также при помощи лопатки буквально в несколько движений вмешиваем масло в тесто. Вот таким красивым, однородным, воздушным получается тесто. Распределяем тесто по противню, застеленному пергаментной бумагой. Размер противня здесь роли не играет. Тесто распределяем равномерным слоем, высотой примерно 6-7 миллиметров, не толстым слоем. Бисквит во время выпечки хорошо поднимется. И выпекаем обязательно в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Бисквит выпекается быстро. Его важно не пересушивать. И в моей духовке он выпекался около 5-6 минут. Готовый бисквит сразу на пергаментной бумаге снимаем с противня. Накрываем его либо тефлоновым листом, либо вторым куском пергаментной бумаги. И в таком виде оставляем его остывать. А в это время подготовим формы для сборки пирожных. Для вырубки начинки и бисквита я буду использовать вот такие сердечки из набора для печенья, которые подходят по размеру. Собирать пирожные буду вот в такой силиконовой форме. Объем одного пирожного здесь 100 миллилитров. Но, конечно, можно собирать пирожные в любых других формах и даже в форме торта. Саму форму необходимо установить на доску или на подложку. Формы подготовлены. И перед сборкой пирожных нам нужно подготовить бисквит и начинку. Вырезать из них формочки. С бисквита снимаем с обоих сторон бумагу. Вырезаем сердечки, которые формой побольше. И до сборки пирожных просто накрываем их пищевой пленкой. Теперь то же самое делаем с начинкой, только формочкой поменьше. Начинка здесь не застынет в камень, а она будет оставаться мягкой. И слой начинки здесь специально тонкий, потому что у малины очень яркий вкус. И поэтому работать с начинкой надо быстро. Как только сердечки выдавили, снова убираем начинку в морозилку до сборки пирожных. И нам осталось приготовить очень вкусный сырно-фисташковый мусс и будем собирать пирожные. Начинаем с подготовки желатина. Замачиваем его в очень холодной воде, хорошо перемешиваем и оставляем для набухания. Далее к сливочному творожному сыру комнатной температуры добавляем сахар и на невысокой скорости миксера перемешиваем. Нам нужно, чтобы сыр стал полностью однородным, без каких-либо комочков. Когда сыр стал однородным, добавляем к нему фисташковую пасту также комнатной температуры и на невысокой скорости миксера также объединяем массу до однородного состояния. Вот такой получается сырно-фисташковая масса, она однородная. Ее пока оставим при комнатной температуре, а подготовим сливки. Очень хорошо охлажденные сливки жирностью 33-35 процентов нужно взбить до состояния жидкой сметаны или, как я еще говорю, состояния растаявшего мороженого. Сливки увеличатся в объеме, станут воздушными, загустеют, но при этом не должны становиться плотными. Перед приготовлением я сливки наливаю в чашу, где буду их взбивать и ставлю в холодильник примерно на полчаса. Вот такими должны получиться сливки и убираем их в холодильник. За это время желатин набух и нам его нужно распустить, то есть нагреть его, чтобы он стал вот таким жидким и однородным. Я нагреваю в микроволновке короткими импульсами. Теперь нам желатин нужно будет добавить к нашей сырно-фисташковой пасте и чтобы желатин от разницы температур не пошел комочками, массу можно слегка подогреть, буквально градусов до 30. Я подогревала в микроволновке. Затем включаем миксер на невысокую скорость и одновременно перемешиваем массу миксером, вводя желатин. Когда весь желатин добавлен, еще продолжаем миксером немного массу перемешивать, чтобы желатин полностью и равномерно распределился по массе. Она должна получиться вот такой вот однородной. И нам осталось соединить массу со взбитыми сливками. Перемешиваю массу лопаткой. На момент добавления сливок температура сырной массы у меня была около 28 градусов. Вот таким красивым, однородным, воздушным и очень вкусным получается мусс. Я его перекладываю в кондитерский мешок. Мне так удобнее собирать будет пирожные, но также можно воспользоваться простой столовой ложкой. И теперь собираем пирожные. Каждую ячейку примерно наполовину заполняем муссом и стараемся, чтобы он распределялся равномерно. Сверху выкладываем начинку и слегка ее придавливаем. Начинку достаем из морозилки перед самой сборкой пирожных, чтобы было удобнее работать. Затем покрываем начинку сверху слоем мусса, немного не доходя до края формы, чтобы осталось место для бисквита. Этот слой мусса также ложечкой распределяем равномерно, чтобы закрыть возможные образовавшиеся пустоты. И затем сверху выкладываем бисквит и слегка его утапливаем в муссе, чтобы он по высоте примерно сравнялся с высотой ячейки для пирожного. Остатками мусса заполняем форму до ее края, затем шпателем выравниваем поверхность, чтобы она вот такой вот ровной получилась. И отправляем пирожные в морозилку до полной заморозки. Они должны затвердеть в камень. Это минимум 8 часов. Я всегда их оставляю в морозилке на ночь. И когда пирожные полностью заморозились, они готовы и их можно доставать из форм. Если вы пирожные ничем покрывать не будете, то тогда просто достаете их на блюдо или на подложки и убираете в холодильник на разморозку. Размораживаются они за несколько часов. Если же вы планируете делать покрытие на пирожных, то доставать их нужно перед самым покрытием, чтобы на них не успел образоваться конденсат. Покрыть муссовые пирожные можно зеркальной глазурью или велюром. У меня на канале есть подробный рецепт вот такой зеркальной глазури. Смотрится очень эффектно. Ссылку на рецепт глазури я оставлю в описании под видео. Я же покрыла пирожные шоколадным велюром. Мне очень нравится такое бархатное покрытие. Друзья, скажите пожалуйста, насколько вам вообще интересно и актуальна тема велюрового покрытия для муссовых десертов. Ведь для него нужен краскопульт. А у меня получились вот такие пирожные. К сожалению, камера и свет не передают в точности того цвета, который получился. Здесь он больше уходит в алый оттенок, а на самом деле у меня получился глубокий винный цвет. Очень красивый. Пирожные переносим на подложку, убираем в холодильник для разморозки и вот такая красота в результате получается. На мой взгляд смотрится очень эффектно. Ну и пирожные получаются не только красивыми и эффектными внешне, но и очень вкусными внутри. Уже в начале я говорила, что пирожное получается нежным. Внутри яркое сочетание фисташки и малины и вот такой красивый эффектный разрез внутри. И сейчас посмотрите, вот на видео видно, насколько пирожное действительно нежное. И на этой соблазнительной ноте у меня все. Друзья, спасибо вам за внимание. Вдохновляйтесь, пробуйте, готовьте и до новых встреч!